Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами очень интересная программа, потому что у нас в гостях очень интересный человек. Музыкант, писатель, художник, наш любимый и уже, я думаю, что известный и полюбившийся тверской публике Михаил Волков. Здравствуйте, Михаил! Я ваш давний поклонник. Я была приглашена на одну из презентаций ваших книг. Я поняла, что поклонников в Твери у вас много, и люди очень интересные, и мне вообще очень понравилось, как прошла эта презентация. Я знаю, что у нас есть события, которые стоит осветить. Вы написали еще две книги, и они пользуются спросом, и они интересные, и, безусловно, об этом нужно рассказать. Поделитесь, пожалуйста. Ну, написал я их, конечно, не вчера, они просто в этом году были изданы. Они ходили по рукам в электронном виде, в виде аудиозапсей. И потом на меня вышли люди и предложили издать. И так получилось в этом году. Вышли «Брак по расчету» и «Изнанка». Совершенно разные книги, в общем-то. Расскажите, пожалуйста, ну, если так можно сказать в трех словах о содержании. Ну, вот хотя бы «Брак по расчету». Что вас вот сподвигло поднять эту тему? «Брак по расчету» — это мистика. Ну, мистика, может быть, с юмором, с какой-то долей сатиры. Ну, я всегда стараюсь какие-то серьезные вещи облекать в формы развлекательные, можно так сказать. Ну, мистика — это как бы развлекательная изначально формула. Потому что я не знаю наручные книги по мистике, философски. Это редко бывает очень. Поэтому мне очень важно, чтобы человек как-то не только развлекался, когда читал, но еще что-то для себя находил серьезное, что-то близкое ему. Ну, книга — это роман, в общем-то, о художнике. Это, конечно, не про меня, естественно. Я придумал своего героя. Почему художник? Потому что я знаю, что такое быть художником, что такое рисовать. Надо писать либо о том, о чем знаешь очень хорошо, либо о том, о чем не знает никто. Вот я из этого исхожу. Ну, роман о том, о таланте, скажем так, и можно ли его продавать. А если продашь, то что с тобой будет? Продать душу дьявола? Нет, не душу, именно талант, именно свою возможность как-то менять мир в лучшую сторону. А если начинаешь менять его не в лучшую сторону, то прилетает обратно. И нехило прилетает. Ну, да, в общем, жизненные события каждого человека позволяют, наверное, понять, что вы правы. Да, прилетает и прилетает, как вы выразились, ну, не слабо. Но я хочу сказать, что и в той или другой книге, по-моему, если я не ошибаюсь, то действие происходит со ссылкой на твиль. Нет, брак по расчёту – это как бы собирательный образ, собирательный образ областного города. Ну, естественно, какие-то там детали есть, да. А изнанка – это как раз именно про тверь, именно с привязкой к конкретным улицам нашего города, к конкретным локациям, и причём иногда даже к конкретным людям привязка. То есть там есть люди, с которыми я знаком, и которые себя узнают очень много. То есть почитаешь, когда поймёшь, что я так, называется, тут. Ну, изнанка – это, я могу сказать, что это, наверное, первый фантастический боевик с элементами мистики, где действие происходит именно в Твери. Именно здание мне очень понравилось, вот здание речного вокзала каким-то образом связано с мистическими моментами. – Ну да, я, кстати, начал писать её, когда здание ещё не рухнуло, вот когда оно рухнуло, вот, мне как-то стало даже не по себе. А уж когда пошли раскопки… – Уж не придрёк ли я? – Да, да, не хотелось бы, не хотелось бы. – Не надо, конечно. Ну вот тогда мы уже перешли к другой книге, плавно, которая называется «Изнанка». Ну, тоже вот расскажите вкратце хотя бы сюжет за травочку твоей, что сподвигло? – Что сподвигло? Все сидели как-то с женой, разговаривали, вот, и зацепились как-то за возможность человека с врождённой, как бы, инвалидностью, если вдруг эта врождённая инвалидность исчезнет. – А вот, у меня включилось воображение, и я начал думать, а что это может быть за мир, и в каких условиях. Ну вот пришла идея такая вот. – То есть, да, ну где-то я тоже для себя вот такой вывод сделала. То, что дано человеку с судьбой, оно дано. И не надо искусственно что-то тратить, какие-то массы усилий, искусственно что-то менять. Вот дано нужно с этим жить. Вот я правильно поняла, немножко угадала? Ну, чуть-чуть хотя бы, если отключиться от фантастики. – Ну, в общем, да. Здесь, конечно, тоже речь идёт о выборе. Это ещё более развлекательная вещь, нежели брак по расчёту. Ну, боевик, он и есть боевик. Там боёвка сплошная, там и монстры, и всё, что положено в таких случаях. Но здесь речь идёт о выборе. То есть, сможет ли человек как бы отречься от всего, то, что дала ему изнанка, здоровье, молодость, власть даже, вот, только для того, чтобы помочь ближнему своему. Я просто не буду спойлера здесь, не хотелось бы рассказывать сюжет, вот, но это речь о выборе. О выборе, самое главное, в нашей жизни, наверное. – Ну, да, да, да. И главное, вот, действительно, выбор этот сделать так, чтобы это было в гармонии с самим собой. – Да, а иначе и не получится. Иначе это будет не твой выбор. – Может, получится-то и получится, а чем оно закончится? – Ну, да. – Это, в общем-то, уже столько примеров и в литературе, и в жизни. Мне очень понравилось. Вот в рецензии на эту книгу написано, что человечество сейчас где-то сдвинулось немножечко, если можно это слово употребить, в сторону того, что какая-то погоня за вечной молодостью, за вечной какой-то красотой. И я вот, читая это, вспомнила свою бабушку, которая была, ну, счастлива от того, что она бабушка. Она принимала свой образ, свое предназначение так, как оно есть на самом деле. Не гналась за тем, чтобы, да, там, скажем, в 50 выглядеть на 20. А зачем? Ну, вот такой вопрос меня тоже все время терзает. А зачем? – Ну, вот и меня заинтересовал вопрос, что было бы с нами, с человечеством вообще, если бы вдруг получилось изобрести средства вечной молодости, вот. И если бы они стоили огромные деньги, это средство, и что бы было с нами, со всеми, вот, если бы это средство можно было бы добывать из людей, пусть даже бывших людей. Где бы мы оказались, да, и что было бы с нашей цивилизацией, с человечеством в целом? – В результате ничего хорошего. – Да, я думаю, да. Ну, вот изнанка и была бы. – Ну, поскольку у нас вот в гостях, я уже сказала, многогранный творческий человек, Михаил, расскажите, пожалуйста, вот, как развивается ваше художественное направление, что у вас нового, как у музыканта? Ну, поделитесь им впечатлением. – Ну, тут как раз все это вместе получается. Я сейчас рисую серию картин, пишу, которые будут вручаться нашим тверским музыкантам с Твери и с области на фестивале рокополчения, который пройдет в этом году, ну, вот, в июле. Такое очень масштабное событие. И вот серию картин тоже для меня это достаточно новое. Я беру песню какую-то группу, мне вот ребята присылают, я слушаю, и с чем она у меня ассоциируется, я переношу это на холст. Вот, ну, что получается, ну, посмотрим в июле. Вот, мне, в общем-то, как бы нравится лично самому этим заниматься. Ну, вот, мы уже с вами убедились, что творчество Михаила многогранное. Я знаю, что и не только в Твери у него много ценителей, и поклонников его творчества, и я себя хочу причислить тоже к этим людям. И я думаю, что не безинтересно будет вам, дорогие наши зрители, найти эти книги, прочитать их, увидеть работы, которые Михаил написал, и послушать его исполнение, что мы сделаем в этой программе. Вот, а от себя хочу добавить. Следите за анонсами киноконцертного зала «Панорама». У нас тоже будет много нового и интересного. Заходите на наш сайт, звоните по телефону. Мы всегда рады слышать вас. До новых встреч!